так и снова всем привет канал итак начинаю все свои новые ролики мужики вот сегодня опять я говорил я сегодня тут вам показывал уже один ролик по методу поиска неисправности если машина сдохла у вас то я хочу продолжить тему ответы на вопросы я давно уже это все вы нашего нашего идея все значит это никак не могу обижать на меня люди вы задали вопрос вы не отвечаете некогда отвечать я сейчас приду домой там у меня по 100 вопросов скайпе и по 100 вопросов в каждом и вконтакте и значит и в этом на моем канале в ю тубе в одноклассниках мужики не успеют правда честно а звонков сколько а звонков можете 30 секунд звонок 30 секунд звонок я сейчас отрубил сейчас все там психуют кричат а что включать если я не могу ничего даже сейчас включу да для интереса телефон и нам не дадут с вами ничего разговаривать давайте ладно начнем вот в контакте парень максим борзов вопрос задает почему считает что холодный запуск двигателя не экологичный то есть вредный для атмосферы да правильно считается значит холодный запуск чтобы запустить машину нужно обогатить ее в 20 раз от величины холостого хода то есть существует верхний предел воспламеняется и нижний предел воспламеняется я не знаю там что-то полтора по моему альфа альфа это коэффициент избытка воздуха на что он колеблется богатый бедный так вот нижний предел воспламеняемся колеблется 0 45 до 0 5 что ли а у нас альфа которая необходимо для пуска холодного двигателя как вот в таком пределе ребята 0 0 5 0 0 6 по моему 0 55 летит там такое ну это не так важно недалеко размер вот ребят смотрите это очень богатая смесь и у нас почти что 85 процентов бензина 85 там может быть даже и больше а может иметь там не не знаю какой то есть литературе выбрасывается через трубу в атмосферу оседает значит у нас на асфальте оседает на землю кстати в городе большом мегаполисе утром все запустились кто-то вообще там брелка запустил машину там скажем и стоит ждет пока она там в салоне там 30 градусов не будет вредитель атмосферы больше назвать никак нельзя вот поэтому и да и часть бензина это же топливо это там и присадки а помните когда были у нас это тессы тетритил свинец вообще смерть а потом говорим почему у нас легкие боли а почему там всякие опухоли налетчики и так далее так далее нас я ответил почему на этот вопрос я думаю максим ты не будешь веритворенным не останешься роман пишет почему на девяносто пятом бензине расход меньше и тяга лучше почему при открытии обоих камер так ну ладно сейчас хорошо почему на расход меньше и тяга лучше не дорогой тебе показалось а я вот скажу что я с вами не согласен и ни с кем я не согласен что в 95-ом бензине тянет лучше нет чем выше мужики запомните мои слова чем выше октановое число тем все хуже и хуже бензин самый лучший бензин это 76 потом идет там 92 потом идет там начало 80 и так какой-то был 92 93 там там 95 98 и 100 октановый может есть я не знаю так вот что такое вообще октановое число мужики это если уж точно быть это процентное содержание изооктана такой углеводород есть который находится в топливе в бензине к нормальному гептану процентов изооктана к нормальному гептану так вот изооктан у него считается содержает у него считается стойкость детонации сто процентов то есть такой углеводород а нормальный гептан это 0 просто 0 так он вообще-то взрыв это гремучая смесь так вот чем больше изооктана у нас топливе находится тем вот чем она этот это топливо более стойкая детонации а вообще у нас бензину приют требования такие предъявляются чтобы была стойкость детонации почему потому что тенденция такая машина строение идет что увеличить степень сжатия что такое степень сжатия увеличение мощности с более компактного мотора снимаем более большую мощность ну тогда жесткие требования бензину предъявлять ибо он начинает взрываться то есть детонировать а детонация вредна мотору так вот как раз то вот чем выше октана тем и губы мы воспламеняете свойства и тем самым мотор не детонирует вот и все это элементарно просто почему нельзя то мне скажет почему нельзя на 92 бензине ездить на уазике ну скажем старые уазики были сейчас там переделаны на 2 бензин другого нет а вот почему что горят кромки клапанов выпускных не не потому что такое очень хороший бензин который значит там это у него теплотворная способность там высокая еще нет ребят не поэтому он плохо горит плохо прошел так значит расширение идет так выпуском он все еще горит открывается клапан выпускной кромки и все еще идет фронт пламени вот и все только поэтому у нас горят клапана не потому что хороший бензин это давленый бензин мужики так вот я ответил этот вопрос пойдем дальше и мужики еще да я не ответил начал пишет что почему это расход меньше с ним нет ребята вы померьте 76 ехать без детонации на 92-ом и вы видите что гораздо лучше он лучше запускается лучше едет единственное что у него вредность он детонирует а детонация это тормозит мотор а вот сделать чтобы ехал без детонации и все и вы получите отличный бензин их хорош у меня было две окошки и десятка так вот на десятке на окошке я ездил только на 7 что в резине не тоже такой бедный нет я богатый а потому что он лучший но на первых дешевле был во вторых он лучше он запускается хорошо я тихонечко еду я давлю на пол дросселя когда мне надо я посильнее придавлю только медленно медленно долго разгоняюсь и так же как и вы 120 резкий конечно он не любит нажатий на дроссель да он детонирует это вредно я этого не допускал ездил никаких проблем нет две окошки ни разу не видели у меня девяносто на бензин только 76 и десятка тоже ну с 92 заливает когда нету 76 там вот так вот как-то а это все я с вами согласен дальше почему при открытии обоих камер в гору машина тянет хуже чем при открытии 2 3 дросселя мужики ну понятно почему во первых вы не можете пользоваться я открою полный дроссель и поставлю низкую передачу она влетит как ласточка вы включили 5 передачу в пол топнули ни одна машина даже mercedes не поедет 600 в таком режиме надо уметь пользоваться дросселем надо уметь пользоваться накатом скажем разгонными вещами потом при полных дросселях у нас при малых открытиях дросселя при малых у нас есть склонность детонации то есть время детонирования увеличивается обороты увеличиваются уменьшается и у нас склонность детонации это тоже вредно нам ранее не будет тянуть гору будет трещать и так далее так далее надо уметь пользоваться поэтому я ответил на этот вопрос ответил почему непрерывно так при исправном карбюраторе при долгой поездке при остановке двигателя холостой ход опускается холостой ход падение холостого хода происходит а или увеличение происходит увеличение пужики объясняю происходит хорошая продукта двигателя когда едешь и наблюдаешь там ну скажем 100-120 идешь там минут 30-40 там есть такие трассы у нас пустые никого нет ни гаишников ничего а потом остановишься обидеть мне там пообедать там что-нибудь перекусить остановишься и обороты стоят на 1200 а ставишься я их ставим на 800 на 900 это правильное явление чистый двигатель нету достаточно газов меньше и обороты растут то есть ничего тут страшного нет минут спустя там пять минут там они падают и устанавливают свое нормальное русло вот как-то так вот что еще юрий рт рт спрашивает можно ли перекрыть канал ускорительного насоса во вторую камеру я его для я его для экономии заклепал и говорят что расход будет еще больше рт рт я же показывал роль где значит вот такой у меня ролик как я там пылесосом тащил топливо из карбюратора и при затыкании значит 1 1 но теперь старый камень у меня теперь текала в первую а тут стал качать бензин но вы решили значит закрыть вторую камеру то же самое вы его закрыли будет течь в первую мужики да не бойтесь вы не бойтесь вы что у вас две камеры стоит носик да не надо этого бояться пишет мне там а зафига тогда мы нажимаем на газ и взрослые пишут мужики уже со стажем пишут дети где-то понятно да и ничего страшного нет мужики то что вы брызнули в камеру там два раза там три раза сто раз брызнули он у вас тек и также через зазор там всосался и убежал у вас в этот в трубу а вот так вот у вас вот так вот будет течь постоянно первую камеру едете вы там набрали сотни там да неважно 60 70 у вас льет и льет и льет и льет и льет и льет я не замерял конечно расход с таким и с таким неприятно когда он льет просто без причины поэтому думайте сами гадайте сами гнуть или не гнуть резать или не резать клепать или не клепать дальше значит пишет товарищ александр желонкин холостой ход на 07 карбюраторе все нормально проезжая 10 20 километров то обороты вырастают до 1300 я говорил ребят почему это происходит вот по той же причине что я сказал там человек происходит продувка достаточно сильно чистая работа двигателя режимах больших поэтому тут все нормальное явление надо этого бояться значит карман и кай по моему спрашивает на и а можно сделать два карбюратора на классике карман может быть и можно но я никогда этого не делал увидел и потом если делать два карбюратора на классике то обязательно это мощный хороший мотор который будет просить два карбюратора на каждые два цилиндра на каждую пару цилиндров а у вас простая там полторашка скажем никаких изменений не сделали поставить два карбюратора вы попробуйте это во первых геморроя много это во первых а вторых ну ничего хорошего не получите что вы что вы думаете если вы будете наливать в три горла в два в два цилиндра топлива и воздух то он у вас быстрее пойдет нет ничего хорошего из этой затеи не выйдет поэтому мотором надо заниматься чтобы такие вещи делать четыре карбюратора можно ставить два карбюратора хорошо на этот вопрос это нет никакой затеи здесь умный спрашивает близь машина заводится и сразу глохнет машина заводится и работает а через минуту начинает колбасить и обороты падает машина при движении дергается давайте на все вопросы целая куча вопросов машина заводится сразу блоки мужики я уже говорил на эту тему вы не сидите в машине надо разбираться почему блоки открываете фильтр и смотрим вы все выставили правильно все отлично вы сделали но у вас как раз воздушку ты не работает вот вы ее сделали так теоретически то есть не просунули сюда калибр всего 5 миллиметров а когда включили она у потихонечку начинает закрываться начинает закрываться вот пожалуй вся разгадка или наоборот много открывается или наоборот много это мало приоткрылась все и в том и другом случае там было до обогащения есть от обеднения только завелась и пока было воздушку закрыта она взревела а вы это все видите смотрите фонариком ага вон она что пальчиком прикрыли сделали пять миллиметров сами и она продолжает работать в том ремонтируете согласно что у вас не хватает воздуха или то что далее машина заводится и работает машина заводится и работает а через минуту начинает колбасит это тоже ребят причина та же причина или сильно богатеть или сильно значит беднее ничего тут страшного нет машина при движении дергается я показываю ребят при движении дергается значит когда вы прогрели машину начинаете а как это проверять я сто раз вам показывал на двигателе начинаем просто стоит машина из камеры направил начинаем потихонечку открывать открывать 900 1000 1100 1200 1300 открываем открываем и она начинает дергаться все в этот момент один держит здесь вот в этом режиме а другой тихонечку начинает или сначала сдернем шланг шланг вакуумный сдернули и смотрим перестала дергаться это явный признак того что пассивный гуляет когда мы открываем переходный режим попадаем в зону значит этого зону разрежения на вакуумный регулятор а там у нас пассивный раздолбанный то есть пассивный глюкти он начинает его пульсирующий вытаскивать он начинает играть контакт начинает играть все будет дергаться нестабильным это и искра нестабильный значит это зазор все начинает дергаться сняли это шланг помните я шарик туда языком заталкивал все исчезало у человека никаких вопросов нет поэтому вот такие вещи надо наблюдать или может быть ранее зажигание то есть или этот хороший у вас вакуум нехороший все начинаем добавлять обороты в это время убираем трамблер вот крышки трамблера вот она вот так у нас стоит вот сюда у нас на классике это минус это позднее зажигание а вот сюда это плюс ранее зажигание так вот двигаем в минус и мы получаем мы смотрим выравниваться в обороты делать и поднимать она работает замечательно можете я покажу такой фильм некоторые минусы плюсового зажигания очень очень удачный ролик получился он замечательно себя ведет все хорошо все замечательно так что еще дальше так при сбрасывании оборотов глохнет нет холостого хода мужики ну посмотрите смотря какая система холостого хода стоит если пхх там свои заморочки а если значит простая обычная 720 там с клапаном с магнитом то тоже смотрите нет холостого хода ищите продувайте холостой ход ничего страшного нет ищите винт качества крутить вертите так вот акушку пишет саша осыку авто ака запуск на подсосе поработает и глухом пусть чего на подсосе не заводится вообще завожу без подсоса дергаю педалью прогрев опту отпускают холостого нет что может быть раньше все это было нормально значит мужики смотрите вы завели на подсосе морщины она завелась и сразу заглох когда не открылась воздушка воздушку нет почему потом она не заводится у него да он свечи забрызгал надо было что сделал убрать подсос уже опять потом на подсосе заводится надо было убрать подсос тапку в пол и продулась 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 и заведется вы посмотрите ребят я не вру вот это все так оно и есть значит когда такая вещь происходит нужно сразу смотреть вот за этим опять воздушку у вас не открылась она должна открыться на величину зазора она открылась вы ее завели все хорошо а тут же заглохла вы пытаетесь завести ну там топливо я вам говорил альфу показывал топливо немерено высокой крыше а 20 литра там все делать нечего бабушки не ходите там что она не заведется только продувкой пока вы не продуете ее полный дроссель подсос его убирайте и так далее так далее что еще тут я завожу холостого блока нет раньше не было нормально раньше была хорошая диафрагма сейчас диафрагма лопнула и воздушку не открывается денис хусаинов холодный путь заводишь и убираешь должно быть до полторы тысячи потом блок нет ставишь на две так все нормально пока не прогреть четыре сорок пятьдесят мужики я никак не пойму ничего вы боитесь оборотов то а ну почему вы я вот всем всему всей стране спрашиваю почему вы боитесь оборотов ничего с вашей машиной не случится вот сколько я помню на подсосе что никто не убил машину три тысячи три с половиной ревет проблем нет никаких и пусть и пусть ревет черт без ней о сейчас завтра поедем на этот на ремонт хана мотору ничего не будет мужики моторы работают до 7000 до 8 может раскрутить мотор а тут подумаешь три тысячи до холодной и что особенного нет там масло там смазка все предусмотрено все предусмотрено заводом изготовителем работает работает ну берите но не нравится вам три три с половиной сделать и две с половиной и цены и две с половиной мало тут же начинают убирать все она глохнет а почему глохнет ну полторы мужики вот еще вот я завожу машину ласа он 2 200 где держит там чуть-чуть поработал там до 1900 пришлось мужики но там инжектор совсем по-другому дозирует топливо он все точно так же у него также есть подсос также он альфа это выдерживает все но у него очень мягкая программа то есть он поддерживает чуть-чуть обороты падает он сам поддерживает понимаете он сам себя будем говорить ремонтирует сам себе делать вот эти вот а вы убрали до полторы нет причем программе такого нет даже на инжекторе я бы тоже убрал будут 2 200 сразу на тысячу уберу и все и она заглохнет и любой инжектор mercedes со частоты заглохнет бентли и мангл заглохнет я ответил на этот вопрос не надо убирать надо терпеть стоять две тысячи держите все будет в порядке саша п пишет автомобиль 2105 карбюратор 07 значит решил ремкомплект поменять все поменял все что надо и не надо машина стала дергать стала вялой и задумчивой и все было хорошо саша п для тебя рассказывали да вот хороший этот может быть даже мужики вот жил один значит мальчуган хорошо себя жил никого не трогал спокойно как все обычно у него так в районе пупка у него стоял болт вот такой большой гайка но не гайка этот потайной винт не мешал он все работал же как полагать и тут на тебе дошло ну там 20 лет использую что такое чё за винт дек я открою отвернул этот винт винт отлетел там пружины выпали жопа отвалилась и там записка не ищи приключений на свою попу мужики не надо искать все было работал чё еще нужно ну чё нужно нет ну что-то вы значит нарушили что-то не так поставили ремкомплект может быть жиклеры какие-нибудь левые воткнули которые там сверло сверлиться может диафрагма какая-то может что-то не так поставили где-то что-то подтекает все может быть не так собрали машина стала вялой и задумчивый как задумчивый пропускной аспасовный жиклера меч вот и задумчивый стал раньше не было было все хорошо и надо ничего трогать когда все хорошо не надо никогда так дальше пошли уважаемые помогите авто 20 07 4 карбатас олекс двигатель 06 заливал раскоксователь от нагара чистил поршня все по инструкции результате машине заводится мужики вот предыдущему вопросу один в один машине заводится 1 8 пытался завести стартер а к б сдох заряжаем снова ничего закоксовал заносил свечи и менять ничего не помогает посоветие отзовитесь хардвейл россия учебе как я зову лучше мотористы подскажет чему тут натворить я не знаю какой причине у нас как совать и поршня со свечи может что-то осталось может быть может так откоксовался появились зазоры этих кольцах но это мое предположение мужики нет вопрос сложный ответить мало информации в результате машины не заводится но машину не может не завести проверьте компрессию раз вы откоксовали что трудно проверить компрессию снимете свечи продуйте все вот этот все кокс уберите я вот так сделал помотал бы этим все продул потом бы завернул свечи высушил опять и но попробовал и попробуйте замерить компрессию но это давно было дело скорее всего тут все уже закончено не знаю ответил ли на вопрос не ответил ли мужики вот видите якубовских ю тубе не в 1 и 6 с оликс на холостом ходу и на полном работает а на средних нет что может быть ау youtube ау youtube что может быть видите дорогой это давно был вопрос вот весь youtube знает что это такое мужики средние есть вернее средних нет есть только полные дросселя а и холостые есть мужики это гдс самый натуральный галимый гдс то есть я вам показывал значит канал он стоят у нас жиклёр стоят здесь 1 2 жиклёр стоит помните я показывал дросселей значит на этом вот у нас стоят значит здесь это наша канал здесь здесь у нас вход топлива так вот здесь сидит соринка но нас если посмотреть жиклёр а вот так сидит вот так вот вот этого момента а с этого же жиклёра кормится у нас холостой ход идет с эмульсионного колодца вот с эмульсионного колодца кормится холостой ход так его хватает вот этого отверстия вот этого хватает чтобы кормить машину на холостом ходу а вот этого уже не хватает забитости жиклёра для средних оборотов мы когда включаем уже потом оба дросселя вот так включаем два здесь-то топлива нет зато здесь есть этого дросселя хватает воздух у нас в где две камеры идет воздух а в топливо идет поэтому вот ребята это обычный гдс ничего тут страшного-то и нет ничего тут страшного-то и нет так мужики роман кочнев пишет кочнев закручивает все обороты растут 8 карбюратор мужики давайте вместе ответим ему я уже сто раз на эту тему говорил закручиваете цело мужики помните нашу знаменитую в мою горочку ну она не моя горочка это это везде во всем мире она есть не думайте горка что это я продумал нет посмотрите вот отворачиваем все вот у нас игла наша я рисовать уже устал вот игла здесь бар там здесь игла начинаем закручивать а у нас всего казалось бы не закручен а целом у нас а обороты вырастают это это не долгон имеет ввиду не целого тонн винцию этим винтом это винт качество но можно назвать винт токсичность тоже можно назвать правильно сказал обороты растут уже кей потом значит потом роман кочнев ром ты находишься будут в этой зоне дорогой даже вот так мы сейчас нарисуем вот так вот скажем вот ты начинаешь закручивать оборот растут 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 это я образно так вот показываю открываем вот такой быть всего лишь вот вот они так примерно и бывает. Это я образно вам так, чтобы было понятно. А она вот кривая всего-то. Вот. Все. Вся кривая. Вот эту горочку мы с вами всегда находим. У-у-у. Поднялись обороты. Все прекрасно. Дальше. Вот вы находитесь в этой зоне. Сняйте, закручивайте вот сюда. И двигайте, двигайте. Завенчивайте, завенчивайте, завенчивайте. А вот и поднимается, 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 поднимается. А знаете, почему, мужики? Объясню, почему это происходит. Я объясню. А это происходит потому, что у вас богатый жиклёр стоит. Или жиклёр у вас стоит отверстие. Вот. Канал холостого хода. А жиклёр у вас находится вот здесь. Вот у вас где жиклёр находится. Наш. Вот так. Ребят, он вообще-то должен быть придавлен. Вот такая вот штука, игрушка, когда жиклёр находится. Он должен быть вот здесь, дорогие мои. Вот здесь он должен стоять, жиклёр. Плотно-плотно придавленным. Вот тогда у вас вот такой беды не будет получаться при закручивании на стол. Или, может быть, другая беда. Вот этот жиклёр диаметр большой, а вы сделаете его поменьше. Был он у вас 42, сделайте 41. Опять у вас, вот это вам не нравится, сделайте 40. Но, вы это всё можете добиться. Но вы знаете, что вот эти жиклёры ещё влияют на переходный режим. Холостой ход у вас идеальный. Начинаете трогаться. А переходный бедный. И начинаем кивок. Бац! 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 Поняли, мужики? Поняли, дорогие мои. Я всё знаю, что прекрасно. Я по глазам вижу, что поняли. По глазам вижу, что поняли. Ну, что там ещё у нас? Что там ещё у нас стало? Так, сейчас посмотрю, мужики. Наверное, на этом мы закончим. И в следующий раз я, наверное, всё-таки буду по скайпу. Там интереснее будет. Так, Игорь Викторович спрашивает. Кто подскажет, поможет из-за подсоса воздуха или слабой смеси? Слабый, что это? Слабый смеси. Ну, может быть, не слабый, может быть, бедный. Может возрасти расход топлива. Машина 0,8, 0,5, 9, обороты плавают. Тяги нет на низах, и мотор колбасит. Мужики, значит, смотрите сюда внимательно. Меня всегда вот смущает одна такая вещь. Вот, говорит, подсос воздуха, говорит, будет и жрать. Мужики, подсос воздуха, беднит смесь. Беднит. Беднит смесь. Если подсос воздуха, какой тут расход топлива? Но пофантазировать мы можем. Косвенно пофантазировать. Если она, не это я так могу фантазировать. Может, вы и не можете даже так себе подумать. Ну, значит, топчем, она не едет. Я хочу этот режим перейти, я дотапливаю дальше. Может возрасти такой потенциальный расход. Может и может возрасти. Ну, беднит, и расход растет. Нет, нет, ребят, это песня совсем не об этом. Так, что еще? Плавают обороты, тянет плохо на низах. Значит, плавают обороты, ребят, по одной причине. Значит, потому что, потому что, я вам сто раз говорил, почему плавают, как нужно сделать. Клапан магнитный отвернули. стала набирать опять наш холостой ход но если маленькие маленький жиклер вы крутите не хватает ему начинает вот так вот так у него плавают обороты то есть поднял опустил поднял опустил поднял опустил вы стоит вам только увеличить жиклер и все они за столбились ровно запела это не знаю отворачивается трудно столь ключом запела если она запела вернее если запела то понятно жиклер измените и все пожалуйста сколько хотите но не отворачивай не держите на отвернутом клапане а если она сразу заглохла отвернули вен попробуйте изменить где-то два топлива течет а может у вас капает в диффузоре я сто раз вам показывал мужики сто раз показывал в диффузоре капает капает в диффузоре вот смотрим да вверх а тут раз капля одна упала вторая упала третья и она на заслонку дым падает и у нас упала сосала обороты выросли упала опять нету они упали опять и так далее так далее что нужно сделать для этого опять попробовать холостой отвернули холостой все мы холостым на кормили двигатель и тогда у нас плавали вот эти капли перестали что надо сделать надо увеличить жиклер просит просит машина смотрим мр плавание смотрим вторую камеру можно там где даже видно вот фонариком посвятую камеру а там макрит в районе переходной системы в районе жиклера в районе отверстия переходного так что еще смотрите вова лещенко спрашивает youtube youtube и 99 машина 1583 карбат стоят 95 155 95 125 стоят стоит стоит версия десяточная 83 31 хорошая очень бедная версия жрет многовато на трассе 10 литров мужики ну как вам сказать жрет многовато на трассе 10 литров смотря как идти морозы в зиму идете зиму минус там скажем минус 20 по трассе асфальт сухой пилите ну 120 пойдет 10 лет в этом даже даже мало до 120 пойдете холодный воздух он скидки дают при прибавку топлива на зимнее время даже это по госту есть даже там 15 10 процентов прибавка поэтому вообще знаете я закончу практически там уже нет там нет вопросов мужики один вопрос у меня вообще всех вопрос меня он просто угнетает этот вопрос дядь наилль какие же клёры поставить чтоб меньше ела у меня audi там 80 там карбуратов 40 мужики могу я ему сказать какие поставить конечно не могу мужики дорогие мои не могу я сказать и никто никогда не скажет какие поставить жиклеры а если кто-то скажет какие поставить то он вам наврал прям наглым образом взял и направо и кто-нибудь скажет поставь вот такие как мы вам карбюраточек какой-нибудь карбюраточек скажет запомните поставьте вот такие такие ожирать не будет болт на 32 музыки это врун номер один врун жиклеры подбираются на заводе вот эти жиклеры которые поставили они все испытаны они утверждены чтобы утвердить их ребята кучу инстанции надо проехать чтобы там утвердить там проверить испытания тут проверить на беговых барабанах поехать на автополигон на заводе все это в министерстве подписать все это утвердить чтобы они действительно были строгие жесткие нормы нет вот поставь такой зиклеры я вот еду нормально вот я убрал и маяр у меня все пучком едет вранье это все мужики не слышите никого и никогда никто никого не спрашивайте меня в том числе я не и вот как настроить вот один парень недавно пишет как настроить карбюратор чтобы он меньше ел мужики отвечаю на вопрос чтоб меньше ел как настроить никак он уже настроен настройте карбюратор уровень топлива настройте настройте все посадочные размеры настройте все трущиеся поверхности трущиеся там элементы скажем кинематические связи чтобы нигде ничего не был дыхал ничего не мешало движению топлива ничего не мешало движению воздуха то сделайте карбюратор как изначальном положении он был на заводе вот так вот соберите это все есть в инструкциях это есть у меня в роликах как мы что сделаем и оставьте все на месте хотите потренироваться тренируйтесь мужики на здоровье кидайте шипер проехали кинули проехали кинули проехали замерили да это рутинный труд очень рутинный от него никуда не ставьте все делаю на заводах сотни тонн бензина жгут чтобы один зиклёр там какую-то одну точку проверить а вы тут как и жиклёр не буду на эту тему вообще больше ни с кем разговаривать скажу смотрите ролики мои нельзя сказать мужики никто не скажет ни один академик ни один дмитриевский ни один орлов не грибанов никто вам не скажет а если скажет нас все грошем цена как мастерам как дальше что еще там да вот чувствую упирается спорить расход зимой расход расход тут приходится клиент я меня всего трясет сразу вот что вот холостой и и еще что вот это и и ну ну рожайте и жилье все до свидания даже разговаривать не буду на эту тему мужики вы не обижаете что я так вот групп говорю и клиент никто не обижаетесь зимой зимой все машины жрут хотел сегодня снять ролик парень не запорол роликом он просто ну мы с ним договорились он пришел завел машину уехал вот всему youtube обращаюсь не только youtube ко всей стране будь то ребята там в контакте будь то ребята в одногласниках там вообще кто меня знает кто слышит сделайте вот такой эксперимент возьмите залейте в ваш бак ваш бензобак залейте ну там скажем пустой ну скажем 20 литров ребята снимите для меня ролик я выложу его сделала звездой youtube а снимите просто ничего не делал ничего не подтасовывать никаких там как обычно езда не надо ничего там экономить бензин то есть все делать как есть а вот полтора литровую бутылку там литровую там большую положить в бачок это в бачок бардачок бросьте вот литровую бутылку для чего она она не так герметичная будет бензин там но когда он сдохнет эти литры то вы хоть доедете до заправки в городе и вот жгите мужики каждый день жгите 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 вы приходите начинаете сжигать бензин заводите креете ради мог греть все делаете как вы любите и вы заметите что у вас расход чуть не 15 17 20 литров вот у меня вот случай простой элементарный случай у меня значит десятка хороший десятка ребят я брал на все машины взял только на заводе брал с конвейер вообще брал многие машины прямо сам шоу пока вытаскиваю машину ну ладно боксник значит я залил себе 40 литров бак пустой это пустой бак залил прям под горлами там 43 стоит не знаю мужики верите нет на десятки сейчас вы все ахнете все до одного я проехал две сотни километров 200 километров я проехал ровно вот все встал сухой вар на десятки ну все бы там сказал мужикам да ты чё на еле охренел что ли да то да сё мужики расход получилось 20 литров на 100 километров пути да мужики я проехал десятки и ничего тут страшного нет я так сначала ряду почесал то есть да чё что машина едет блестящая все прекрасно ведет себя свечи чистые хорошие я летом зато у меня там родственники живут чебоксары мы поехали с верой ванной я залил 20 литров детьми маленькие дети будут 20 литров и проехать 350 километров ты давай зальёмся давай сейчас встали нет не стали от дома от крыльца до крыльца там 350 километров где-то 6 там чем-то литров мужики я объясняю почему такое происходит зимой потому что вот давайте возьмем окушка была стояла здесь я хотел на этой окушке сделать такой перемен кстати помогите кто-то окушечники сделайте мы залейте вот как у меня бачок возьмите или просто литровую бутылку вот я смотрите один литр бензина поставьте окушки всего-то ничего не надо и делайте так чтобы грейте литр пока хватит грейте грейте до тех пор пока он не сдохнет я уверен помните на литре вот недавно мужик один сообщил он сказал что окушки я проехал на литре он меня слышит сейчас он не даст соврать я буду снимите ролик попробовать снять он проехал зимой 24 километра на литре мужики я уверен что я сам зимой проехал на одной окушке 20 километров на литре она все там дверь почти все отлетают там колеса вот так стоят мы на ней проехали 20 метров на литре уже устали мотаться по городу я уже говорю мужики хватит я замерз у вас тут свистит тут кругом так вот смотрите залили 1 литр и проехали мы с вами ну скажем 14 а это так и случится пока вы греете пока жгете даже может и меньше случится мужики где 6 километров вы скажите где 6 это 6 км от 20 где потерялись и вот 30 литров на 30 литров так на 30 акушка горячая проезжает 600 километров так проехал пусть 500 пусть она 6 литров живет пусть 500 по городу 30 на 6 это 500 км по городу теперь каждый день мы сжигаем вот такую вещь так 6 километров с каждого литра не до не досчитываемся 30 литров умножаем на 6 180 км мужики мы куда-то потеряли куда-то потеряли мужики это простая арифметика первый класс первый класс и вот вы эти литры потом вы говорите что-то жрет он бензин быстро уходит мужики поменьше греть надо поэтому и не будет бензин жрать сразу надо ехать да она и так и так у вас спорит бензин пока на подсосе там бензин улетает на улицу но не в таком же количестве как вот 180 км не досчитались 500 на 180 220 да 320 220 км не досчитываемся только проехали 320 нужно 180 мужики так что сделать такую роль я буду вам благодарен снимите фильм не может вы меня накажете даже так да ты чего смотри как был расход я уверен такого не будет и вы все убедитесь и доказано будет всеми вами что зимой не надо вращать внимание на расход вот сегодня минус 20 я пока утром пришел я слышу как только заводит я блин уже ролик стал снимать он все еще молотит я полфильма снял он все молотит смотрю включил поехал ой мужики ладно ребята давайте на этом завяжем с вами сегодняшний разговор мне было приятно с вами пообщаться я от души наговорился может что-то резко может что-то ну такой у меня манер уж извините у нас ко мне все привыкли такому значит общению всем привет до новых встреч до новых роликов с вами был яна и порож а